Что? Бабка? Привет? Нет, это не бабка, это пи***ц. Это даже не бабка, это... Блин, а вдруг у меня кожа, аллергия пойдет? А что если я умру, ребят? Здорово погибшим? В пузырьках каких-то. А это не плесень? Он как будто просроченный. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. И сегодня мы с вами будем делать распаковку адвент-календаря от Литуаля. Откуда нас с этой женщиной выгнали позорно, избили нас, сказали, что мы говно. Почему людей, которые к вам приходят, вы к нам подошли и стали нас прогонять? Когда я включила камеру, вы почему-то решили уйти. На самом деле, этот человек сегодня немножко перевозбужден, но в целом было все примерно так. Мы с тельняшкой пришли в один прекрасный день в такой магазин, как Литуаль, за адвент-календарем. Мы взяли этот адвент-календарь и пошли на поиски любых других календарей. И знаете, что произошло? Охранник в один момент ко мне наклонился, пока я копалась и искала косметику. И сказал мне, пошла вон. Пошла вон. Спрашиваю, причина какая? Он такой... И начал нас передразнивать. Если вы в это не верите, то вы можете посмотреть это видео, где я записала бомбящую реакцию, в том числе и этого охранника, на то, как нас замечательно погнали из Литуаля. Жизнь-боль. Как ты думаешь, нам понравится эта коробка сегодня? Или нет? Не знаю, я уже очень скептически к ней отношусь. Мне кажется, там будет говно. Ты знаешь, я, конечно, очень скептически к ней настроена, но в целом коробочка не виновата, поэтому я предлагаю распаковать и посмотреть, что там есть. Тут есть сердечко. Ой, я тебе чуть не дала по роже. Знаешь, сколько стоила эта коробка? Сколько? Эта коробка обошлась нам в 2000 рублей. Вот у меня здесь есть чек, и на чеке написано 2 косаря. Кстати, на днях я распаковывала коробку, знаешь, за сколько? За 7000, и там были одни миниатюры и тестеры. Там были одни тестеры, крем для рум отстой. Прикинь? Ох, распаковываем его. Ну, слушай, выглядит красиво, по-девчачьему. Выглядит он очень приятно. Он реально такой розовенький. Там был, кстати, еще красный. Пахнет эшаном. Ну, кстати, да. Как-то так бабушкой. Ну, самое малое, да. Как же тирка без бабушки? Я предлагаю нам с тобой поочередно растаскивать каждую цифру и оставлять себе то, что мы полутаем. Кто-то тащит первую, давай рассчитаемся. Раз, два, три. Раз, два, три. Эээ, ты первая тащишь. Ну, блин, тут, как бы знаешь, выбор невелик, потому что цифра 1 и 2, если мы будем поочередно или рандомно вытаскивать. А давай рандомно так будет интереснее. Каждый может выбирать любую цифру из тех, что здесь представлено. Давай реально так сделаем. Поэтому выбирай абсолютно любую. Ладно, я тогда выберу полосочку. Мне интересно, что лежит в полосочке по цифрой 28. О, там красный сексуальный карандаш. Вау. Под твои волосы, мне кажется, прям вообще, смотрите. Блин, реально, это красный карандаш. Ну, кстати, норм. Правда, колпак сразу с него упал, колпак сорвало. Да. Но карандаш вроде нормальный. Он красный. Написано, что это Литуаль. Мне не надо, спасибо. Не давите мне это. А теперь я буду тащить. И, конечно же, я вытащу цифру 17, где моя любимая цифра. Какая-то маленькая говеная цифра. Литуаль меня не любит. И... А, нет, подождите. Слушай, на удивление норм. Правда, я не знаю, как это вытащить. Здесь у нас были вот такие вот кремовые тени. Ну, в принципе, кремовые тени, это очень даже норм. Попробуем? Мне кажется, у них цвет какой-то такой. О, нет, ладно, это какая-то хихрень просто. Они не мажутся? Она бестолковая. Они мажутся, но это бестолковая максимально фигня вообще. Он не серый, не золотой, не бронзовый. Он просто какой-то трупный. Ну, типа, для макияжа трупа норм. Гот. Новый год. Я не удержалась и стала годкой. Я снимала такое видео и раздавала колготки людям на улице. Я возьму цифру, давайте, 11. Она тут такая большая, красивая циферка. Как бы тилька и хрень, это совместимые понятия, да. Наплесь себе это на лоб. Это вообще-то, вообще-то. Для маникюра, типа? Это наклеечки маникюрные. Смотри. Ну, к твоим пальцам это однозначно нужно. Я считаю, что вот эти вот изображения... Сердец. Сердец огурцов, это, ну, контент, который мы на Новый год заслужили. Ладно, давай наклеим мне это на ногти. Давай. Подожди, это красная сторона, вот белая сторона. На мою холодную сторону налепи. Окей, я... Давай для симметрии тоже сделаем теперь с красной стороной, с моей огненной. На какой сюда, черный тебе? Сюда черный с красным нужен. Вот это был черный с белым, а здесь нужен черный с красным. Вау. Короче, я считаю, что я... Это самая нужная вещь. Она потрясающая, выглядит очень дорого и качественно. Дорого, богато, и стоит своих денег. Я считаю, две тысячи за это можно было заплатить. Только ради этого покупали. Какое у тебя любимое число? Я уже выбрала моё любимое число. Это было 17, там были все замечательные кремы. Понятно. Крем тени. Я возьму сейчас цифру номер три на барабане. Рано или поздно в этом видео я получу порожие. Или я. Или ты. Ой, и я снова вытащила тени и снова каких-то невнятных оттенков. Ой, а не знаешь, на что похоже на палетки из Ашана? Да, Рил, они похожи на палетки из Ашана. В Ашане такие же палетки. И посмотрите, они даже странно открываются. То есть даже тут нет открывашки. Ребят, в этой штуке нет открывашки. Как открываются? Простите, а как у вас открыть? Это, ну, такие тени. Давайте проверим пигментацию этих теней. Типа, считаю, что... Не, ну, кстати, вот этот бронзовый более-менее норм. Ты бы никогда в жизни таким цветом не посмотри, золотого вообще не видно. Типа, просто ноль. А белый, ну... Да. Ну, я считаю, что вот эти тени, они заслуживают того, чтобы, я не знаю, чего они заслуживают, но, наверное, их надо перейти с машиной. Да, кстати, помойка норм вариант. Зачем? Я не знаю, какое у меня любимое число, но давай я открою цифру 5 в честь его ДР. Давай. Еще посмотрим, а цифра 5 мне принесет. Ой. И вот это что тебе выпало? Я не знаю. Ничего не написано. Похоже, мне кажется, это реально какая-то тушь. Это тушь для бровей вообще. Видимо, для бровей. Это релопозь для бровей. Да, тушь для бровей мне попалась. Отлично. Но она коричневая. Какая вы. Не, на самом деле по цвету... Но прикольно. Тушь это прикольно. Тушь приятно. Следующий давай достанем. Что будет? Я возьму цифру 20. 20. И опять я выходит в тени. Да почему? Почему ты в тени полезла-то? А ты в тени вообще? Видишь, что здесь не прописано? Ну, мне кажется, что да. Это, наверное, тени для бровей вообще, потому что здесь несколько коричневых оттенков. А может это просто тени? Блин, такие некачественные упаковки. Они релопахнута шану. Да. Дешевой такой косметикой. Такой все есть, честно, ребят. Цифру 18, ребят, открыть точно нужно, потому что там лежит что-то интригующее. Давай, давай. Я даже не знаю, что может такое лежать. Такой... Это драченка. Что? Почему там драченка? Чего? Тилька, почему ты вытащил драченку? Я не удивлена, конечно, но это... Почему ты? Я, честно, это самая полезная вещь на сей момент, которая там была, но она реально в ней есть. Потому что 100% здесь будут тени, крем-тени, там я не знаю, что-нибудь такое. О, нет, помада. Помада в виде, по-моему, стика, да? Блин, Тилька, это что? Это... Что? Бабка, привет? Нет, это не бабка, это пи***ь. Своей, это даже не бабка, это... Это как будто клей налили, да? Клей с химией? Ребята, понюхайте, чем эта помада пахнет. Серьезно, мне кажется, это... Мне кажется, такое небезопасно себе на губы мазать. Ну, я серьезно, я не выпендриваюсь. Фу, да? В親хрь. Какая-то очень старая химия, которая испортиваешь. Да, которой уже никто не пользуется. Попробуй ты, серьезно, это жесть. Ну, серьезно. Если я почувствовала, что это жесть, то вам, наверное, вообще пипец. Ну, типа цвет нормальный... Второй погибший. Давай я буду открывать, чтобы тебе больше теней не досталось. Открою цифру 9, потому что тут, скорее всего, тени, а то ты только тени вытаскиваешь. Да ладно! Это хайлайтер, это хайлайтер. Я думала, я достану тени, но нет, это просто реально хайлайтер. Извини, но тени это по моей части. Хайлайтер, кстати, пахнет, ну, нормально, типа. Ну, типа норм, да. А по цвету? Его нету, ару, его просто нету. Здрасте, а где хайлайтер? Блин, слушай, у меня подгорает уже, серьезно. Его нету, смотри, я все тру, тру, тру. Три слоя мне понадобилось, чтобы его хоть как-то начало было видно, на самом деле. Ну, что это такое? Смотри, вот, четыре слоя, на четвертом слою появился. Да пипец. Слушай, ну это очень обидно, да, это не супердорогой календарь, но, например, смотри, если бы тебе это подарили, ты бы это распаковывал. Ну, я бы, например, не обрадовалась, я бы, типа, у меня было бы норм, но я бы ничем отсюда не пользовалась, я бы просто все это выкинула. Ну, серьезно. Ну, знаешь, как бы было, типа, ой, прикольно, потом такая пробую. Да, да, ну, типа да. Да, лак для ногтей, красная бледина. Нормально. Описано, красная бледина. Типа, он еще такой красный, морковный, это тот самый цвет. Мне кажется, это тот цвет, который нужно наносить в три слоя. Ой, ну, ой, это типичный дешевый лак. Я хочу накрасить свой ноготь, так чисто по приколу. Ну, норм, 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 на самом деле не так плохо. Это явно лучше, чем все, что было до этого, он даже мажется и, типа, пойдет, накрасила себе палец. Поставлю этому лаку лайк. Давайте цифру 1, а то мы ее все упорно игнорируем. О, черный цвет. Это карандаш. Коричневый. Блин, я думала черный. Это ли веже реснички или для бровей, но на самом деле норм, по факту. Еще один карандашик, вот такой вот литуаль. Мы, кстати, не смотрели, как они рисуют. О, рисуют вообще классно. А знаешь, это специальное сделание. Положили, видимо, в цифру 1 самую нормальную вещь, чтобы когда человек, типа, такой, открыл, блин, реально клевый календарь, а потом такой, типа, фу-фу-фу-фу-фу. Я теперь хочу просто ради интереса открыть сразу номер 2 и посмотреть, что это номер 2. Слушай, ну мне кажется, что в принципе должно быть норм. Логика в этом есть. Я считаю, что это абсолютно окей. И да, он, типа, ну, максимально норм. Правда, не уверена, насколько хорошо он будет носиться, но пока что первое впечатление абсолютно окей. Градус неодакватности пошел в минус. Черный карандаш. Я открою цифру 8. Это что? Что это? Может, это жидкий хайлайтер? Это скорее похоже на жидкую неожиданность. Что это? Блин, реально дичь какая-то, лолки. Что это? По-моему, это помада, наверное, должна быть с ней. Нет, я думаю, это жидкий хайлайтер. Или это гель? Или это помада? Я не могу понять. Или думаешь, что это крем-тени? Не знаю. Я не понимаю, почему они не пишут названия. Вот что это такое? Вот что это? Выглядит как хайлайтер, на самом деле. Ребята, как вы думаете, это что вообще? Это крем-тени, это помада или вообще... What is this? Бронзер! Ну, бронзер, типа, выглядит пока что норм. Да. Его просто нету, его не видно. Типа, если хочешь быть бронзовым, то вот тебе бронзер сделает эффект естественного ничего. Обидно, обидно. Да иди ты на! Ооо, фиг! Фу, это ужасно, это ужасно. Блин, это такие дурацкие эти штуки. Но это явно, это уже какой-то блеск для губ. Дурацкий, абсолютно. Причем такой дурацкий. Ооо, я прям вообще не вижу. Вот из-за таких вот блесков в свое время я перестала вообще пользоваться блесками, потому что вот это выглядит очень дешево. В корне контент. Ооо, полезности пошли. Пилочка. Пилочка, но она такая тупая, конечно, но прикольно. Пилочка на самом деле норма. Да, но она выглядит как-то тупенько, но в этом ее и смысл, наверное. У меня просто есть такая розовая, абсолютно такая же, не из виртуаля, а от какого-то другого магазина. Ну типа пилка норм. Я считаю, что вот эта вот и вот та штука, какую там к Новому году можно отнести, потому что блестящая, яркая, маленькая, милая пилка. Прикольно. Ну такая вещь лишняя никогда не будет, это я вообще прям одобряю максимально. Держи. Ну я думаю, что смысла его нет даже пробовать, потому что... Он еще меньше, чем все остальное. Пигментации опять нету вообще. Отстой. Знаешь, обычно в таких календарях самая крутая цифра, это последняя. Давай. Я хочу открыть 31-ю цифру, мне интересно. Давай, удиви, удиви, что там. Ребят, вот пока я не достала, вот как вы думаете, что в самой крутой, дорогой цифре, на цифре номер 31, вот так это выглядело, могло быть. Я абсолютно ничего не хочу сказать, я просто вам это покажу. Потому что, ну, на этом мои полномочия все. Это просто сиреневый, абсолютно дурацкий цвет. Той хренер для губ, над которым рофлили пару секунд назад. Цифра 14. О, румяна. Ты прикинь, у меня румяна. Не, ну румяшки ты должна себе нарумянуть. Нарумяне. А, блин, это бесит. Ну, румяна, типа... А, они есть? Их вообще нет. Типа, посмотри, их вообще нет. Ой. Вот так вот есть, кстати? Вот так вот, ну и то даже, по-моему, и так не особо есть. Сори, конечно, можно, наверное, так делать, но нужно ли? Тут что-то интересное. Тушь, наверное? Не знаю. Вот такая вот маленькая какая-то пимпочка. Что, подводка? Не, опять, опять, что-то для бровей такая же. Серьезно? Две штуки для бровей? Это тот же цвет. Абсолютно тот же цвет. Тот же цвет. Абсолютно тот же цвет. Один в один. Что? Ай, бай. В маленьких вот, казалось бы, что-то дельное лежит. А, и тут снова дельное. Ну, правда, маленькая бестолковая кисть, но кисть. Для румян. Да. Слушай, не, нормально кабуки кисть, типа, объективно. Вот не буду даже вендриваться. Ну да, я всегда люблю кисточки. Кисточки всегда полезные. Она, конечно, ну, типа, не самая функциональная. И неудобная. Румяна ей сделают, ну, пойдет. Типа, там, нос можно, там, нарумянить подбородок. В принципе, на фоне всего остального, реально, вот, кисть, пилочка и точилка норма. Давай цифру 21 откроем. Кикай. Нет, ну это кринж. Это просто кринж. О, да. Это прям, да. Это вот зря. Вот это было зря. Вот это после кисточки прям хороший такой контраст. Потому что, ребят, ну, это, это раз кисточка. Это вот аппликатор. Пипец. И еще одна кисточка. Какое-то говно. Ну, это реально Ашан. Это даже хуже, чем Ашан. Я просто не знаю, типа, это что? Ну, это типа... Вот это что? Нет, я понимаю, что это для стрелок. Нет, для помады. А, для помады. Да. Это даже не для стрелок. Это как кошмар. Но это зря положили. Вот это вот реально было прям лишнее. Ладно, 29 и снова здесь карандаш. О, больше. Да, это больше винный. Ну, и карандаш, кстати, нормальный абсолютно. Абсолютно претензий ноль. Смотри, он... Обязательно напишите в комментариях, если бы такой календарь получили, вы бы обрадовались. Или если бы его, тем более, купили на свои деньги. Ну, чем бы из этого вы бы, в принципе, могли бы пользоваться? Там, кстати, большой. Это, наверное, помада, судя по всему. Блин, там реально помада. Но это из той же категории, что и... Ой, нет, зачем ты? Она... Горь, прогоркость. Как это называется? Я не знаю, она... Она пахнет реально каким-то горелым. И... Нимаш. Ой, она еще и очень мало пигментирована. Посмотри, это красный. Это красный. Ребята, это красный. 26-я циферка. И здесь... Ой! Очень модно, очень современно. Выглядит прям вообще классно. Вау, вау. Мой ногой немножко печет. Я тебе отвечаю. Его немножко как будто холодит. Нет, я потерплю до конца. Это не бесячие ощущения. Просто странно. Обычно такого не бывает. Блин, открыла цифру... 16. Тебе снова выпало самое полезное из календаря. Это самое полезное из календаря. Смотри, как он как-то странно в пузырьках каких-то. А это не плесень? Я не знаю. Он как будто просроченный. Слушай, он реально как будто просроченный. Как будто плесень. Как будто мужу сто лет в обед. Ой, фу. Осталось не так много. Я не знаю, чем приключено с удивить. И снова румяна. Спасибо большое. Ну, мы знаем, на что эти румяна способны. Будет ли тут фигмент? Я не думаю. Я проверю. Мне понравилось так делать. Блин, эти вообще... Ну, их только так наносить, если... Но, блин, любое движение, и ты их все смазал. У нас с тобой две цифры осталось. Что ж, тащи. Давай. Я выбираю между 13 и 10. Давай. Еники-беники, ели-вареники. Я выбираю 10. Потрясающе. А тебе достанется цифра 13. Е-е-е, обожаю. Это что? Это хайлайтер. А что по упаковкам, ребят? Ну, они какие-то дешевые. Прям очень дешевые. Это просто жесть. Ой, это даже... Нормально. Вот это вот более-менее норма. Из-за того, что мы сегодня видели. Он хотя бы хоть дает какой-то цвет. Ну, хоть какой-то. Пойдет. Давай. Я просто выкину это. Надь, держи. Господи, какая дурацкая хрень. Они календаря. Он не достается. Ну, это да. Блин, может, не надо мазать его? Слушай, я и не собиралась. Давай намажем его на картонку. Не, я не знаю. Отстойный календарь, честно. Не берите, ребят. Лучше потратьте больше денег и возьмите нормальный, чем вот этот календарь. Потому что, ну, это вообще не стоит даже своих денег. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка и смотрите другие видео про адвент календарей. Пока. Не забудьте посмотреть видео, где меня охранник выгнал вместе с Тилькой. Это было ужасно. Ребят, если вы не понимаете, почему я бомблю, я еще раз отвечу, что я почти за это 100 долларов заплатила. Ну, типа, это дофига. Нет, ну, типа, серьезно, я просто не понимаю, почему в календаре за 6300 мне дают тестер помады. И это как бы самое большое, что здесь было. Ладно, я не буду дальше спойлерить, но поверьте, пипец.